Александр Иванович, Вы недавно были в Болгарии. Расскажите, пожалуйста, с кем Вы встречались и о главной цели визита Вашего. Значит, вчерашнее посещение Болгарии в составе молдавской делегации во главе с премьер-министром господином Владом Филатом, в которой я принял активное участие и имел возможность участвовать во всех трех встречах с высшим руководством Республики Болгарии, как с господином Бойко Борисовым, премьер-министром Республики Болгарии, с господином Росином Плевлениевым, президентом Республики Болгарии, и с госпожой Цецкой Цачевой, председателем парламента. Я скажу Вам, что вчерашний визит, можно сказать, для Тараклии является очень судьбоносным, и мы имеем возможность повернуть наше развитие, развитие района в новое русло, очень для нас благоприятное, потому что в данной встрече делался упор не на то, чтобы оказывать нам помощь и какими-то там краткими вливаниями, там поощрять нас, либо материальную какую-то помощь оказывать, а на данной встрече, особенно с господином премьер-министром, была озвучена та наша уникальная возможность, которую мы имеем в рамках Тараклийского района, развить сотрудничество с Республикой Болгарии, привлечь инвесторов с Болгарией в наши две свободные зоны, которые, особенно Тараклийское, почти свободны от экономических агентов и имеют большую перспективу для развития, в том плане, что можно болгарские товары в виде полуфабрикатов завозить, дорабатывать и отправлять на рынки СНГ, в том числе и в Россию, что очень выгодно для наших болгарских друзей, партнеров, будем так говорить, потому что лучше будет чувствовать себя партнерами Республики Болгарии, ну и не забывать, что мы сыны нашей родины, прародины Республики Болгарии, в помощи которой нуждаемся и в помощь, которая будет оказана нам в плане развития, создание благоприятного инвестиционного климата на базе наших зон и на базе всего района, думаю, будет очень существенную роль играть именно вчерашняя встреча. Главная цель нашего визита — понять, насколько настрой Республики Болгария и Молдовы по развитию экономическому, серьезному развитию Тараклийского района, и я для себя это понял и уяснил, что мы идем в правильном направлении, и вот эти вот два момента, что мы столько времени шумели по языку, потому что Министерство просвещения не обратило внимания на то, что мы должны изучать родной язык и литературу, и по закрытию наших гимназий малокомплектных. Я считаю, что это предпосылки и прелюдия того, что будет происходить дальше в Тараклийском районе. А мы будем строить, будем развивать район и с помощью правительства Республики Молдова, с помощью правительства Республики Болгария, и те инвестиции, которые будут направлены в развитие Тараклийского района, я думаю, будут иметь обоюдную пользу и для Болгарии, и для Молдовы. В каких вопросах была договоренность с болгарским руководством? Те позитивные шаги, которые на сегодняшний день делаются, имеют уже результаты. В том, что в больнице уже выделены деньги 6,2 миллиона, и есть большая заслуга премьер-министра, и в том, что в ноябре месяце мы возможно, я думаю, что даже это будет мной предложено, приурочить к октябрю открытие больницы нашей районной и с показом ее возможностей нового оборудования, отремонтированных помещений, с новыми возможностями для оказания услуг нашему населению, нашим жителям Тараклии. Так как я озвучил дату октябрь месяц, на встрече с премьер-министром Бойко Борисовым и господином Филатом Филатом, было обозначено время, когда господин премьер-министр Республики Болгарии посетит Молдову и Тараклийский район. Это будет октябрь месяц. До этого мы обсуждали вопрос с директором агенции Белгария Зачужбина, с Росиным Ивановым и с посланником Республики Болгария в Молдове, господином Панайотовым, возможность организации бизнес-форума Варни для представления Тараклии, Тараклийского района и возможностей Тараклийского района с целью привлечения инвестиций в развитие Тараклийского района. Сегодня утром я уже говорил с губернатором Варниевской области, господином Данч Семеновым, который очень сожалел, что не мог принять участие в нашей встрече, он был заявлен как участник с болгарской стороны, но по причинам, независимым от него, он не смог участвовать. Но то, что он сегодня, сегодня как позитив получили мои комплект документов, с которым нас Варна приглашает принять участие, стать участником партнерства в рамках причерноморского сотрудничества, который открывает для Тараклии очень большие возможности в плане того, что мы будем иметь доступ к европейским фондам, к европейским деньгам, которые могут быть направлены на развитие района. И мы уже начали эту работу, мы уже заключили договор с Болградом, потому что в этом партнерстве должны быть три стороны. В данном случае Украина, Болгария и Молдова. Мы являемся молдавской стороной, и ту дорогу, которую мы собираемся строить и на направлении наших трех сел, больших Твардицев, Олипеджий и Кортинг, это транспортная артерия, которой мы хотим связать все наши большие пять крупных сел, а в этом будет участвовать и Кайроклия вместе с Копчаком. Это уже получается межрегиональный проект, который мы представляем через месяц в агентстве по региональному развитию ЮГ. И эта дорога будет построена силами двух фондов, двух инвестиционных, можно сказать, двух структур, которые обладают, которые привлекают инвесторов, в том числе и со всего мира, на развитие Республики Молдова. Вчера я хочу вам сказать, что тот настрой, который мы получили, и ту зарядку, наша делегация, в том, что для Республики Болгарии в отношениях с Республикой Молдовой на первом месте стоит развитие Тараклийского района, его укрепление. И мне было дано слово на обеде торжественном, который давал господин премьер-министр, и я подчеркнул, что мы хотим сами зарабатывать, хотим жить достойно, и надеюсь, что Тараклийскому району будет придаден статус болгарского национального района с особым статусом в Республике Молдова. Во всех трех встречах было выступление высших руководителей Болгарии, подчеркнуто очень важность сохранения Тараклийского района, очень важность его развития, и господин премьер-министр Влад Филат предложил, я Бойко Борисов поддержал, премьер-министр Болгарии, в том, что наш университет Тараклийский необходимо сделать региональным, с более широкими возможностями, с привлечением для обучения студентов с Украины, Румынии и всей Молдовы. У нас не со всех сел, например, даже в нашем районе несколько детей учатся с Валей Пьерджи, а с Твардис нет ни одного ребенка, это очень для нас такой сигнал неблагоприятный, значит, престиж университета не совсем ясен. Я думаю, что визит, который будет в ближайший месяц, мой с господином Филипповым в Арну и в Аксаково и в Сливин, получили, кстати, предложение от Сливина стать побратимами с Тараклией, все же таки будет продолжен тот разговор, который губернатор Варнирской области при нашей встрече 28 февраля предложил создать филиал Варнирского свободного университета в Тараклии с преподаванием преподавательского состава с Болгарией, с получением дипломов, общепризнанных во всей Европе и во всем мире. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вот некоторые СМИ пишут о том, что господин Филат не очень искренен в своих высказываниях болгарскому правительству о том, что он заботится о национальных меньшинствах в нашей республике. Я вам прокомментирую так, что я не видел в глазах господина Филата неискренности. Я вам скажу, что это продиктовано интересами, в первую очередь, республики Молдова, а он это понимает, и он очень прагматичный политик, очень дальновидный. Я думаю, что то развитие по Тараклии, которое в Тараклии нуждается, будет поддержано правительством. И думаю, что вот, я так думаю, что то, что СМИ писали и пишут, думаю, что может быть не произойдет. То недоверие, которое, ну, ваше дело, может быть, и ко мне недоверие, что я не совсем искренне говорю о том, что, вот как Остап Бендер про Нью-Васеки, но это очень реально, и я думаю, что мы это в скором будущем ощутим. Господином премьер-министром Владом Филатом было сказано, что мы должны научиться ловить рыбу сами. Не кушать рыбу, кто-то должен подавать нам. А я скажу больше, мы должны усилиями двух государств сплести такую вот мощную сетку, которой не будем удочкой сидеть и ловить, а ловить удачу таким национальным сетю, которая называется Мрежа или Сюркме, и как можно побольше. Я имел в виду инвестиции привлечь на территорию Тараклийского района. Будь то свободные зоны обе, Твардицкая и Тараклийская, или же весь Тараклийский район с его возможностями по сельхозпроизводству. А у нас возможности очень серьезные, земля очень хорошая, благоприятная, люди у нас работящие. Вот это наше самое большое богатство, которое, кстати, было подчеркнуто премьер-министром, что у нас нет ни нефти, нет ни нефти, ни газа, но есть люди, и это наше самое главное богатство. И я согласен с ним в этом плане. Вот тут не было ни грамма, ни искренности.